К примеру, вот здесь есть мероприятие, здесь указаны все сроки и так далее. Творческие и метапредметные. А также здесь на сайте есть архив мероприятий, где сохраняются все прошлые конкурсы, олимпиады и так далее. Мои достижения на республиканском конкурсе чтецов на якутском языке. Красота звучания якутского языка я занял первое место. Вот здесь фото. Такой же диплом был вручен моей учительнице за подготовку победителя. Также, помимо сайта Параоста, я участвовал и в других дистанционных конкурсах, где также стал победителем. Это городской конкурс «Аман-Эс», «Бастын-Колу-Буд», республиканский конкурс «Ятул-Иль-Гетинэн». Также на сайте Параоста вы можете опубликовать свой авторский материал в электронном журнале сайта. Это могут быть презентации, конспекты, иллюстрации и многое другое. Сайт «Центр дистанционных мероприятий Параоста» дает возможность детям раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности увидеть работы других детей. По моему мнению, этот сайт Параоста дает возможность, дает много полезных информаций и так далее. Мы не стоим на одном месте, а развиваемся. Всем спасибо за внимание. У Прони очень есть интересный материал, как он еще занимается, развивает себя во время выезда, например, в Сочи. Дети же тоже выезжают в разное время года, когда удобно родителям, и они дистанционно учатся, да, и в то же время они могут вот развиваться, используя вот эту среду, в которой они находятся. Расскажи-ка про свой ролик «Экскурсию в Сочи». «Экскурсия в Сочи». Так, заходим на Инстаграм, здесь вот экскурсия по Олимпийскому парку. Вот здесь я еду в Олимпийский парк. Родители должны знать, что у них круглые сутки идет родительская работа по воспитанию своих детей. У них больше возможностей и больше времени, чем у учителя, заниматься со своим ребенком и воспользоваться любым моментом, чтобы привить какое-то знание, какое-то качество. Здесь Проня сделал очень хороший обзор местности, просто только интересный. По образцу ролика «Орел и решка», да, Проня, много же передач про путешествия, и дети могут это все тоже притворять в своих роликах. Спасибо, Проня. Да, спасибо. Проня, желаем успехов, дальше развивай свои компетенции, очень интересно, спасибо большое. Спасибо. Лазарев Кирилл. У нас последний. Лазарев Кирилл сейчас расскажет о смарт-тетради. Это очень актуально. Как мы можем работать? Видно? Видно, да. Здравствуйте, я Лазарев Кирилл. Сегодня я предлагаю разобрать одну из платформ, интерактивную тетрадь SkySmart. Заходите в браузер, в данном случае у меня Яндекс, в поисковике пишите «SkySmart-тетрадь». После того, как вы написали, заходите на адрес «еду.SkySmart.ru». После того, как вы зашли, перед вами появляются главные страницы. И тут есть две вкладки – «Учителям» и «Ученикам». Сперва рассмотрим ситуацию ученика. Нажимаете вкладку «Ученикам». После того, как вы нажали, в самом верхнем правом углу есть кнопка «Вход», «Регистрация». Нажимаете. И кнопки «Вход» слева есть кнопка «Регистрация». Нажимаете. Вы сможете зарегистрироваться с помощью ВКонтакте, если у вас есть. Выбираете класс, пишите букву, имя, фамилию, e-mail и придумываете пароль и телефона родителя. Если у вас есть аккаунт, нажимаете кнопку «Вход», вы сможете войти с помощью ВКонтакте или как бы зарегистрировались здесь. Пишите e-mail и пароль, который вы придумали. И перед вами появляется главная страница вашего аккаунта. И тут есть четыре вкладки «Решение», «Прокачка», «Конкурс», «Мои задания». В вкладке «Мои задания» есть задания от учителя, решенные и нерешенные. Справа кнопки «Надо решить» есть кнопка «Решенные». И тут есть темы, которые вы сделали с баллами. Чтобы сделать задание, нужно... Учительница вам отправляет ссылку в мессенджере, например, в WhatsApp. Или вы сможете сами выбрать задание самостоятельно. Нажимаете кнопку «Выбрать задание самостоятельно». Выбираете категорию «Школьная программа», «Подготовка к экзаменам», «Подготовка к школе», «Уроки о мире для первых и четвертых классов». Выберем школьную программу. Выбираете предмет, например, «Математика». И четвертый класс, или какой вам класс нужен. Выбираете тетрадь, «Интерактивные задания», «Подготовка к ВПР», «Задания на лето». Выберем, например, «Интерактивные задания». После того, как это все вы... «Интерактивные задания». 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 Продолжение следует... 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 Чтобы отправить ссылку в задание, нажимаете кнопку «Скопировать» и отправляете в мессенджер, например, в чате ВКонтакте, в WhatsApp или электронном почте. После того, как они решили, в вкладке «Журнал» появляются их баллы. Или вы сможете посмотреть их оценку. И еще вы сможете посмотреть средний балл за учебный год. Еще тут есть другие предметы, например, русский. Крилл, покажи, пожалуйста, другие предметы. Иди на главное задание. Где там другие классы, седьмые классы, восьмые и так далее. Все предметы. Покажи-ка. Да. Вот, например, по 11 классе, и при том по всем учебникам. И тут есть, могу сказать, подготовка к ОГЭ, ЭГЭ есть, к школе. Подготовка к ВПР, начиная с пятого класса. Тренировочные, варианты ВПР, задания на зиму, задания на лето, контрольные и срезовые работы. Кирилл, а вот после того, как вы получили ссылку от учителя, когда проходите по ссылке, регистрация нужна от ученика? Ну, там появляется перед вами, надо решить, если у вас нет аккаунта, вы должны зарегистрироваться. Да, да. Там переводят... Переводят на регистрацию. Переводят на регистрацию. И там нужно указать электронную почту, да? Да. В общем, и чтобы учиться дистанционно, все ученики должны иметь электронную почту. И Facebook страницу открыть, потому что все платформы в основном связаны с Facebook. Так как... Ну, тут в данном случае звук является основателем Google аккаунта, да. Например, мои ученики в этой тетради, на эту платформу зарегистрировались за 2 минуты. Я сразу задание во время урока отправила, а не сразу зарегистрировались, моментально. Прямо в Zoom, сидя в Zoom, находясь в онлайн времени. И мне удобнее работать с ними в этой тетради в онлайн времени во время Zoom. А не дома там домашнюю работу задать, потом ждать. Это все, когда один сделает, другой через 5 дней сделает. Лучше это проводить во время урока. По теме подобрать. И работать очень удобно фронтально. Вот учитель сидит, рассказывает тему и в то же время спрашивает, кто как обсуждает. Обсуждение идет по ходу, по заданию. Еще есть учеба, Кирилл? Что? Кирилл? Что? Ты закончил, да? Ну, на этом все, да. Ну, Кирилл, спасибо. Вопросе есть, Кирилл? Ага. Все понятно же, да? Становится. Ага. Не в первом, а где-то в четвертом, кажется. Не в третьем. В каком классе ты говорил это? В первом, а где-то в четвертом, кажется. В третьем. Ага. В тихом. Продолжение следует... 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 харди здесь например очень хорошие вот встречи с писателями конкурсная работа учеников проекты мои вот учебные материалы что я какие темы и обучаю например по урокам на уроках якутской литературы канарсия рекорд здесь есть видеокниги наших родителей которые они создали я сюда все положено их надо систематизировать я хочу эту аудиокнигу по учебнику литература арта и все в одной папке мне нужно собрать и как диск выпустить потому что очень хорошие там качественное чтение ветер то бурока птичах огота туарах и а тут урдах табуга руль тумустах то голом нурхарахтах ты карьесю ирерге ты быгарас от ахтах родители подбирать видеоряд и читает очень содержательно очень выразительно понять понятно на своем родном языке и при этом они возвращаются к своему истокам к своему истоку если не до этого например разговаривали с ребенком на русском языке да и прочитав вот такие тексты они могут получить инсайты и озарение и вернуться к своему родному языку даже при бытовом разговоре но я как бы прошу их чтобы не больше общались на родном языке дома и такие у нас текстов так 16 таких текстов на собралось у вас канал открытые учителя могут и подписаться пока не за и отправлю чат а сейчас вот одно дело вы делаете а то потому что я знаю что как только выйдет из зума и все мы забываем и можете подписаться и там я разрешаю воспользоваться материалами потому что открыто стоит вот именно эти тексты можно воспользоваться и посмотреть там другие материалы да коллеги подпишитесь на канал ольги прокопьевны в основном я тут в основном проекты свои отчеты и мероприятия веник классные хранила да а если скоро буду загружать уроки по тема уроки буду загружать видео муки обучающие пока у меня так как архив и как летопись идет вот например как я вот недавно мы на той неделе две недели тому назад делали сейчас мы увлечены сказкой талтал эмяксин так как эта сказка очень она можно сказать очень логич логическая очень мудрая и знакомит со всеми качествами людей со всеми явления природы и отвечает как бы развитию и возраст ребенка и у меня в классе есть вот такое специальное атрибутика к этой это моя шапка старая а это жилет моей дочери который сейчас 22 года это я специально сама делала всю и рисовала рисовала за пять минут где-то не за 5 это 15 минут делала атрибутику да кара-кара хол берг дурка намарай да кулга хол да кулга хол да кулла хана да охара хол че кей дик кэрэдэй кулга кулга хол бергин хаммарей Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Учатся использовать только для дела, только для учебы. В будущем они будут только для работы. А сейчас очень опасно же, это интернет технологии, столько много мошенников, столько киберпреступлений. А дети с детства, приобщив таким деловым отношениям, они в будущем будут уже как бы обеспечены безопасностью отношения с компьютером и с интернетом. Большое спасибо за внимание. Ольга Прокопьевна, большое спасибо, что сегодня согласились поделиться своим чудесным опытом. Меня, я думаю, всех учителей, которые сегодня были на нашем семинаре, восхитились вашими учениками. Какая у них культура речи, как они владеют русским языком, якутским языком, как они уверенно пользуются информационно-коммуникационными технологиями. Вот какие они деловые, вот это вот просто спасибо вам большое. Вот действительно Ольга Прокопьевна сегодня нам показала, как качественно можно организовать дистанционное обучение. То есть можно создать такие условия и в рамках дистанционного обучения, которые развивают и творческие способности наших обучающихся, и результаты по предмету можно получить. Да вот как можно вовлекать родителей в образовательный процесс. Всё было очень интересно. Спасибо большое, Ольга Петровна. Вот тут в чате учителя благодарят вас. И подпишитесь обязательно на канал. Я думаю, там очень много полезного материала Ольги Прокопьевны. И вот она нам сегодня разрешила воспользоваться. От канала можно прийти к моим аккаунтам Инстаграм. Я хочу одну очень простую вещь сказать. Почему получаются результаты, да, переработать с детьми. Это просто надо доверить им опыту. Ну, довериться, что они такие же люди, как и мы, как взрослые. Что они даже очень быстро обучаемы. Я могу сказать им только идею, а остальную эту техническую часть, они сами всё уже будут изучать. Спасибо, Проводная, Юлия, Юлия. Да, пожалуйста. Спасибо, Проводная. Спасибо большое. Очень интересный, познавательный материал подготовили. Я тут наконец-то освободилась от школьной своей работы и в перерыве слушаю вашу работу. Действительно, колоссальный такой труд. Очень интересный. И как мотивационный материал, действительно, он вообще классный, как говорится. Мотивация у детей просто, видно, да, сразу. Они все мотивированы, они все очень хорошо говорят, везде участвуют. И как формирование ИКТ-компетенции у учеников. Очень хорошо работа проведена. Так здорово. Я так воодушевлена именно развитие творческих способностей у детей, а это вызывает мотивацию. Спасибо большое. И я бы, конечно, хотела ваши контакты где-нибудь найти, потому что хотелось бы вас видеть там на каком-нибудь нашем семинаре, пригласить вас в школу. Приглашайте, приглашайте. Наша школа была бы очень рада вас видеть. Очень интересный материал. Спасибо. Это мы вам рассказали 50% из того, что у нас есть. Я сама удивляюсь, что когда открываю детские инстаграмы, неужели это все мы сделали? Потом же все забывается, когда все делаешь. Потом смотришь, и это все сохраняется как методический материал. И когда проходим тему, открываем прошлогоднюю работу и сразу вспоминаем. Они всегда у нас под рукой. Поэтому вы своим ученикам доверяйтесь. Вы не думайте, что они такие ленивые, там ничего не могут, ничего не умеют. Просто вы про них в своем это... Представьте, что они такие хорошие. Таким они станут. Любой ученик, любой ребенок. Они же все дети. Хоть кто. Поэтому можно все передать, передать, все можно. Можно мне сказать, да, Мария Ивановна зовут, как типичные учители, да, город Ленск. Ольга Прокопьевна, а вот меня вот, кроме всего прочего, тоже сижу воодушевленная, еще удивило то, как вы вовлекаете в учебный процесс, в творческий процесс родителей. Потому что, согласитесь, это тоже немаловажно, поддержка родителей. И не каждый родитель будет уделять столько времени, чтобы проектные работы, ролики создавать. Это же все требует времени. Нет. Вот вы, молодые родители, входите в их инстаграм и смотрите, что они там публикуют сами. Для себя у них время есть. Для своих роликов. Я всегда им говорю. Вы свои ролики выкладывали? Там свои что-то там, да? Но смотри же все равно, есть открытый инстаграм. И вот вашему ребенку то же самое, никакой разницы нет. Уделите внимания. Ага. Это можно... Сейчас очень все мобильные, оперативные, молодые все оснащены. Они могут это все... Просто им надо принять. А когда они все школьные думают, это очень тяжело, да? У них как бы тут протез появляется. Особенно, когда при слове домашняя работа. И это надо преодолеть надо. У меня тоже были тут сложности первое время. Большие трудности были, претворение. Пока мы друг друга поняли. И тогда у нас, как вы же сейчас, уже как фейерверк фонтанируем. Приходится очень многое преодолевать с каждым родителем, с каждой семьей. Там, если в классе 30 человек, обычно бывает 10 семей, 10 родителей поддерживают, да? Все, что учитель предлагает. А остальные могут там убегать. А потом они друг... Все-таки у нас коллективное сознание выше. И когда все начинают привлекаться, да? Никто не хочет отставать. Да. И это нужно, чтобы 10 человек, потом 12, 15, 20... Если в классе 25 человек, если 18 человек, 25 человек, 20 привлечены. Остальные 6, 7. Они кто? Куже, что ли? И они тоже все начнут там изучать другие материалы, других учеников. И начнут свои дела, учеников своих детей поддерживать и выталкивать наверх. Это же от семьи разовет, конечно, все. И от учителя. Да, от личности учителя. Учитель как мотиватор. Как мотиватор. Да, как организует, как консолидирует. Сегодня, например, мы сделали... Вчера мы сделали... Очень сложный текст по родной литературе. Такой длинный. Майгаттабеткара. Босконг. Игентал битбеппу, ладе. Чем он болел-то? Какой он диагноз? Бороган улыгагинде. И я думала, такой сложный текст. И мы вряд ли мы это долеем. Но все равно я заранее все приготовила свои слайды заданиями. И тестами, картинками. И дети так хорошо стали говорить. Босконг. Кино туго-нан орден сыпппутай. Босконг. Ол босконг дейен туго. Ата-та-кан патебеттен. Туго ихенитюр дубиттай. Кан ихенитюр дубиттай. Били, ият, эбриканы маэксин. Ту-кан. Иши, чолказан саралар. Сюху кана ду. Кыл кана ду. Котар кана ду. Билли бет. Кан елдебеттен. Нарисовали все этого героя, персонажа. И инстаграм они написали пост внизу. То же самое. Например, один текст я обрабатываю в нескольких, нескольких вариантах. Так, читаем текст. Потом на гугл форме отвечаем по содержанию, скрупулезно, что и где и как и что. Какого света, где, туда, сюда. А потом они делают ролик, этот текст проговаривают. Сами фотографии делают. Учебник фотографируют. Или картинку, или сами находят соответствующую картинку по содержанию учебника и текста из интернета. Ролик обычно они делают на иншоте. А потом они до этого тренируют. На диктофоне себя слушают. Когда им понравится, они это ставят в ролик. И это публикуют, да? И я слушаю, находясь, как они читают. Если они какое-то слово читали неправильно, я там им пишу в директ. Ну, это личное сообщение. Ты это слово прочитал так неправильно. Не так пишут. А нам нужно вот так. Так, потом они рисуют еще, привлекая моторики, мелкую моторику. И рисуют очень красиво. Это публикуют. А теперь они печатают. Еще на клавицу работают. То же самое они печатают то, что они говорили устно. То, что они писали в тетради. Они еще и печатают под этим, под картинкой. Постят они. И когда печатают, конечно, не ошибаются. Но вчера так очень, конечно, устали работать над проектом. Но они были очень довольны. В конце, что они такой трудный, этот сложный проект сделали. Запостили. И смотрели друг друга. И друг друга поддерживали. Там лайкали. Это был вот Мишина работа. Очень хорошая. Посмотрите, как интересно. Вот. Это мы вчера делали. Это вот Миша у нас тут сидит. Он сегодня у нас спикер. Видно, да? Да, видно. Это он рисовал. Как он выздоровел, да? Выпив кровь животного. И он тут напечатал. То, что он рассказывал, отвечал устно. Через диктовку. Сильно же это в соответствии с нашей жизнью. Да, конечно. Мы так живем? Да. И через это, я думаю, у них даже лучше все это воспринимается, да? Да, уже лучше воспринимается. А если мы их будем в отрыве от этого учить, только в тетради писать, из учебника, то это будет что-то другое, не соответствующее нашей действительности. А мы должны их окунать прямо так, внедрить в реалии жизни. И тогда все гармонично идет. Особенно это хорошо пойдет старше класса, я думаю. Да. Они же сидят, например, и многое, что я может быть даже телефоны собирают, да? Вот этим война с телефонами. А если телефон превратить в средства обучения, их умения, навыки, средства получения знаний, и тогда, мне кажется, это будет вообще. Давай зайцем. Да. И при том нужно направить ученики, чтобы все хранили свои учебники в телефоне, электронные варианты учебников. Я так прошу. И не будет для старших классов такой проблемы. Я учебник оставил там. Дай мне учебник у кого-то там просить, там пытаться смотреть, у кого-то подсматривать. Спасибо большое, Ольга Прокопьевна, за ваши идеи, за ваши практические рекомендации, да? Действительно, как вас описали в стихотворении, вы нас сегодня вдохновили. Очень интересно было. Спасибо. Желаем вам здоровья, новых успехов, новых проектов. Хорошо было бы сейчас все это системно разрабатывать прямо по программе учебников. Да. Как-то все как... И централизованно. Не каждый учител там что-то свое дело. Это все-таки столько сил, столько времени. Да, конечно. Если человек, например, очень загружен и семьей, и так далее, да, не получится у каждого учителя. Это надо, чтобы это организовано все. По каждым предметам, классам это все делали. Потом сказали бы, учитель дистанционно. И все, мы закончили. Ага, хорошо. Спасибо большое, Ольга Прокопьевна. Новых проектов, новых достижений. Вашим ученикам большой привет. С наступающим Новым Годом. Да, с наступающим Новым Годом. Я открыто с вами поделюсь со своим опытом. Приду со своими учениками, если это близко, если это в городе. Очень хорошо. Если даже в деревне, я очень люблю путешествовать и могу выехать в близлежащие деревни, поселки, поселки. Очень хорошо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Прокопьевна. Спасибо. 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 Спасибо.